То расследование, которое было мною проведено и было выявлено, что он здесь сдался не под своим именем, а под именем своего брата, то есть он, подложная у него личность, понимаете, это очень серьезное нарушение. Саламу алейкум, Тумсо. Тебя убить хотели и хотят до сих пор из-за твоих эфиров, значит, есть польза от эфиров и вред для Кадырова. Да убережет тебя Аллах от зла этих нечестивцев, не пропадай. Саламу алейкум. Смотрите, братья. Тумсо, рады тебя видеть. Есть продвижение того, чтобы дать интервью Дудю? Нет. Я-то об этом написал, как бы, шутку. Ну, как шутку? Шутку, но я бы, конечно, интервью Дудю рассмотрел. Но нет, никаких там контактов, ничего такого не было. Куда пропал Дугазаев? Дугазаев был внесен в санкционный список Соединенными Штатами Америки и соскочил в Россию. У него нет какого-то открытого уголовного преследования в Европе, насколько я знаю, по крайней мере. И более того, то расследование, которое было мною проведено и было выявлено, что он здесь сдался не под своим именем, а под именем своего брата. То есть, он подложная у него личность, понимаете? Это очень серьезное нарушение. И он на эту подложную личность, он получил гражданство в Германии. Вы представляете? То есть, он на самом деле гражданином Германии является не он, а другой человек, его брат. То есть, он представился своим братом. Когда это все было выявлено, это все было подготовлено, отправлено в полицию Германии, оказалось, что там есть срок давности у этого преступления. И они, из-за того, что прошел этот срок давности, они не могут лишить его этого гражданства и ничего с ним сделать. Тогда, раз не получилось так, то тут подключились коллеги из Соединенных Штатов Америки. И он был внесен в санкционный список. После этого он, хоть и не имеет никакого уголовного преследования, но, понимаете, санкции США это такая вещь, когда ты не знаешь, чего от них ожидать. То есть, вроде бы, тебе просто блокируют твои счета, ты не можешь какие-то финансовые операции в глобальном финансовом мире проводить, счета открывать в каких-нибудь институтах финансовых. Но и тебе больше, вроде бы, ничего угрожать не должно. Но это только вроде бы. Ты не знаешь, что будет. Ты не знаешь, вот прилетишь ты, допустим, в аэропорт Берлина, и, а может быть, тебя в этот момент там арестуют и в США запросят твою экстрадицию. То есть, ты никогда не знаешь, чего ожидать. Поэтому он не рискует. Сидит в Чечне, участвует в каких-то светских мероприятиях, всяких соревнованиях, присутствует там, что-то делает. Но какой-то должности, какой-то позиции в кадыровской иерархии он, вроде как, не занимает. Просто живет себе. Почему тебя ненавидят? Почему эти ненавидят? Почему тебя ненавидят? Ненависть людей, она может быть продиктована разными причинами. Но чаще всего, если люди вроде бы не находятся на разных сторонах баррикад, как, например, с кадыровцами, там ведь нет вопроса, почему у них ко мне ненависть, почему у меня к ним ненависть. У кого-то не возникает вопроса. Все понимают, да? Мы как бы находимся на совершенно разных сторонах. А когда вроде бы люди, по крайней мере, внешне, кажется, что на одной стороне находятся, враг вроде бы общий, но при этом у них между собой тоже есть какая-то ненависть, то здесь чаще всего причина бывает в зависти, самое банальное, ну и на вытекающих из этой зависти каких-то личностных обидах. То есть, если из-за этого были какие-то соприкосновения, где-то, может быть, кто-то кому-то что-то сказал или о ком-то сказал и так далее. То есть, вещи, которые ты потом уже не можешь откатить назад. Поэтому я пытаюсь никогда не входить в эту вот открытую конфронтацию, пока уже безвыходная, если будет ситуация, то есть все, уже тебя вынудили, ты не можешь не пойти, тогда да, я это уже вынужден, бывает, сделать. Но если вы посмотрите, допустим, на всю историю конфликтов, связанных со мной, вы найдете, вы не найдете, чтобы я там что-то когда-то начинал. Как правило, постоянно в мою сторону что-то прилетало, причем даже ответ на это был не сразу. Я пытался сначала ничего из этого не делать. И многие люди, ну есть такие люди, которые публично что-то обо мне высказали, но я просто это оставил, никак публично им не ответил. Будет личный разговор, я скажу, конечно, им об этом, но публично я пытаюсь этого не делать, потому что я понимаю, что уже после вот этого, после сказанного, после обид, которые были причинены, обратного хода, как правило, уже не бывает. То есть люди после этого не примиряются, не становятся уже соратниками, поэтому я пытаюсь вот эту вот черту не переходить. Саламу алейкум, Тумсо. Тебя убить хотели и хотят до сих пор из-за твоих эфиров, значит есть польза от эфиров и вред для Кадырова. Да убережет тебя Аллах от зла этих нечестивцев, не пропадай. Ва алейкум, асаламу алейкум, 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 алейкум. Смотрите, братья, конечно, приятно, да, когда так говорят, и можно было бы сейчас сказать, да, там, мы нашими эфирами наносим колоссальный вред этим муртадам, там. Но это будет ложь. Не наносим. Вы понимаете, что вред им нанесен не эфирами, не разговорами. Вред им нанесен конкретно посаженными их агентами, которые сидят здесь в тюрьмах. Конкретными действиями, которые привели к розыску, к объявлению в розыск их агентов. Конкретным действиям, которые привели к санкциям в отношении их представителей здесь. Здесь, понимаете, не болтовня вредит. Вредят конкретные действия. Вот очень сильно я опасаюсь того, чтобы превратиться просто в говорящую голову. В человека, который идет за водой, постоянно идет за ней и не приносит воду. Понимаете, я не хочу. Пусть Аллах убережет от этого. Если эта деятельность, вот эти разговоры, если они не приводят к конкретным результатам, значит, что-то делается неправильно. Вот это мы должны понимать. Поэтому нет, не эфиры им мешают. Им мешает то, к чему приводят эти эфиры, ролики и так далее. И вы должны понимать, что моя деятельность – это не эфиры. Моя деятельность – это даже не видео. Моя деятельность – это видео, эфиры, чаты, телеграм-канал, который приводит к получению информации, которая затем преобразовывается в конкретный результат сидящего в тюрьме чувака, объявленного розыск чувака и так далее. Возвращаясь обратно к эфирам, почему я решил, что здесь нужно немножко как-то менять этот формат. Я как раз здесь увидел, что очень много затрачивается энергии на то, чтобы просто говорить. И результат, то есть отдача, которую ты имеешь от того, что ты столько затрачиваешь, она несоизмеримо мала по сравнению с затрачиваемой энергией, понимаете. Поэтому нужно, ну я решил, что нужно пересмотреть этот формат. Что касается основного канала, там нет, это вот хороший формат. И здесь наоборот я вижу по статистике, что по последним, допустим, опубликованным видео, я вижу, что я вижу количество просмотров, я вижу реакцию аудитории. Я понимаю, что это имеет смысл. Что же касается эфиров, то здесь мы наоборот видим постоянный спад. Если ты смотришь статистику, то ты видишь, что у тебя постоянно идет такой медленный-медленный спад. Есть, да, какое-то постоянное количество зрителей, которые изо дня в день тебя смотрят. Это уже такая вот наша такая сформировавшаяся команда. Но мы с вами уже настолько все обсудили, что мы просто вынуждены снова и снова говорить об одном и том же. А количество людей, новых зрителей, оно не увеличивается, если нет какого-то инфоповода. То есть, если нет интереса к личности. Поэтому, в общем, это все на самом деле простая такая арифметика. В этом нет ничего такого, чему нужно относиться как-то с грустью. Какие-то форматы меняются. На телевидении, вы видели, какая-то программа перестает, допустим, приносить рейтинги. Все, ее убирают, вместо нее ставят другую. Здесь то же самое. Здесь тоже нужно постоянно находиться в поиске того, что будет интересно прежде всего тебе самому. Если это будет интересно тебе самому, это будет интересно аудитории. И не забывать главную цель. Наша цель, это не просто делать то, что интересно. Тогда бы мы делали бы развлекательный контент. Нам нужно делать то, что приводит к результату конкретно посаженным в тюрьмы российским агентам, конкретно объявленным розыскам, тем, кому запретили въезд и так далее. То есть, либо урон, ущерб, который нанесен врагу, финансовый, репутационный и так далее. То есть, мы должны постоянно стремиться к этому. Я, по крайней мере, должен и стремлюсь. А не к тому, чтобы просто каждый день включать камеру и что-то говорить. Субтитры создавал DimaTorzok